доброго времени суток подписчики нашего канала сегодня хочу сделать небольшой менее обзор по поводу проблемы в катушках фирмы shimano это стук в бесконечнике что это такое многие рыболовы любители спортсмены задают один и тот же вопрос довольно таки часто мне почему во время эксплуатации на рыбалке там вываживание происходит характерный стук при вращении обычно это происходит когда шпуля подымается опускается поступательное движение происходит и рыболову некомфортно того что что-то стукает им бьет ему в ручку соответственно данная проблема весьма обширная и сегодня я наглядно хочу на примере катушки фирмы shimano это twin power 1000 pjs показать вам как почему от чего и как с этим бороться и как это происходит данная катушка сегодня попала ко мне на сервис для обслуживания но так как имею возможность наглядно вам показать я не решил не стал упускать такой возможности и вам это продемонстрировать значит катушки серии в линейке серии shimano имеет два вида приводов то есть привод на бесконечном винте и кулисный привод он побольше находится в линейке бюджета мы поговорим о нем как-нибудь другом видео обзоре значит данном моменте именно вот этой катушки я вам объясню как это все происходит значит в катушке находится в середине непосредственно в корпусе бесконечный винт бесконечный винт у нас сидит в посадочных местах и на втулках опорных с нижней стороны и вверх крепится непосредственно посадочные места на него сверху надевается каретка каретка свою очередь у нас садится на направляющие направляющие свою очередь садятся в посадочные места корпуса каретки крепится непосредственно шток ну а к штоку крепится уже шпуля под шпульный узел то есть есть при вращении создаются поступательные движения то есть вот сами по сути механика бесконечника как это все работает значит в самой каретки в середине под этим вот крышечкой находится водила она выглядит вот так вот наглядно вам покажу то есть вот это вот у нас вводила такая шляпка и с на ней такой вот ножик скажем так нож который именно ходит по каналам бесконечника вот есть другой а другой катушки но чтобы он наглядно показал вот это бесконечный посадочные места и каналы то есть идет один канал вверх другой параллельно ему идет вниз и по ним скользит вот этот вот нож который именно суда заходит и подымается вверх и вниз соответственно при вращении катушки у нас шток подымается свое верхнее положение то есть под бесконечнику водила в канале подымается вверх и замирает вот вы видите да каретка замирает и идет вниз это называется верхняя мертвая . наглядно на бесконечники я вам покажу где это вот здесь это и называется мертвая . так как сейчас я водила вот она она по движению вперед у нас вот вы можете видеть доходит до верхнего положения здесь останавливается как бы и вот этот момент с перехода снизу вверх вот снизу вверх и потом опять вниз вот этот вот момент называется мертвой . так как движение водила в этом месте останавливается она идет не вверх и не вниз а стоит ровно соответственно при вращении катушки дальше у нас каретка опускается вниз и видите вот происходит раз замерла и идет вверх это нижняя . вот она также покажу вам наглядно вот здесь на бесконечники идет видите идет вниз потом чуть-чуть прям и опять вверх вот вот это есть нижняя мертвая . то есть мы поняли что вот есть нижняя и вот есть верхняя соответственно водила по бесконечнику скользит у нас в этих каналах и переходит с одного положения вот мы можете видеть раз перешло и опускается вниз вот перешло видите и идет вверх так же самое наглядно это происходит здесь значит что отвечает за стук все хотят спросить объясняю так как непосредственно к штоку у нас крепится шпуля на шпуле намотана по ему на нить при вываживании примеру там натяжки либо там какой-нибудь проводки постоянно создается в натяжении натяжение непосредственно от леса укладывателя к шпуле от шпуля крепена она к штоку шток тянет постоянно хочет выйти вверх вперед по направлению движения натяжки соответственно когда происходит вот такое натяжение у нас в каретке водила вот это занимает верхнее положение то есть она в том посадочном месте постоянно прижимается к одной из стеночки понимаете постоянно вперед туда здесь есть тепловой зазор вот он он сделан для того чтобы сам нож беспрепятственно ходил по каналу и не тормозился имел плавное вращение то есть это рабочий момент но когда постоянно он прижимается к одной из стеночки до создаются трение соответственно паразитное и при в придах дохождение до верхней точки то есть у нас постоянно идет натяжение понимать и свободно развернуться может не может и поэтому он создает здесь некомфортный такой переход то есть скачок то есть получается шел шел и тут при натяжении ему нужно перес перейти в нижнее положение и он просто в этом месте создает легкий стук из-за того что он переходит с одного положения другой вот щелк 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 но он очень минимален так как в совокупности на этот стук еще влияет и сама посадка и люфт бесконечника в целом в корпусе но причиной большинстве является именно это то есть при вращении у нас получается мы вращаем катушку идет вот это натяжение и у нас водила перед перед переходится на положение щелк щелк и подстукивает звук этот может быть глухим то есть ее можно еле-еле не слышать это говорит о чем о том что бесконечник имеет меньший паразитный люфт соответственно и направляющие каретки тоже сидят в посадочных местах как положено то есть без осевого люфта в своем положении то тогда будет звук самым приглушенным и тихим фактически можно и не слышать особенно в катушках более дорогих версий там например стелла там такого нет вы такого не услышите так как в самом канале еще имеется дополнительная фаска сделано и этот нож углубляется еще глубже и соответственно звук будет еще тише но на данном примере объясняю вам что здесь в этой катушке есть вторая проблема так как я уже назвал что мы смотрим на севой люфт посадочных не поводит прошу больше не посадочных а направляющих вот значит катушка новая не забыли забывать я говорил это вам в начале видео значит мы берем вот и пинцетом и проверяем всего люфт смотрите он составляет порядка где-то 0 30 это ужасно это много берем нижнюю то же самое вот вам пожалуйста вторая причина более громкого стука в катушке почему объясняют как создается же натяжение и соответственно каретка у нас постоянно идет вперед так же сама в своих посадочных здесь местах давид на направляющие тем самым эти направляющие постоянно держится вместе с ней то вперед то назад то вперед назад каретка у нас прижимается ходит вверх-вниз вверх-вниз и направляющие то же самое ходит вместе с ней вот этот люфт вот не слышно как стукает а почему стукает потому что здесь есть крышечка такая которая именно закрывает бесконечник и направляющие в посадке она металлизирована и соответственно через это направляющие по ней стукает вот и все как бы раз причина а этот добавляет еще больший стук чего можно сделать открутить данные крышечку и под нее нанести более вязкая спасочный материал то есть консистенции плотный чтобы она там работала как демпфер если чтобы направляющие не двигались абсолютно соответственно этим самым вы уже уберете меньше стук бесконечники останется у вас только перед перед переход водила в точках если же будет стук дальше происходить но это уже третий момент который мы с вами рассмотрим это сам люфт бесконечника в посадочном месте то есть он здесь должен быть минимальным но не должен быть паразитным но не стоит забывать что и он тоже отвечает за намотку шнура так как непосредственно по нему входит шток с кареткой и подъем бесконечника вверх-вниз изменит посадку шпули по направлению лесоукладывателя чего изменится у вас настройка шнура намотки то есть соответственно вы можете сделать это вот этими регулировочные шайбами да и под шпульным узлом но это более грубая настройка шнура а здесь завод изготовители изначально уже отрегулирует здесь может быть 1 2 или 3 там зависимости от разной модели регулировочных шайб но почему я веду к тому что люфт здесь должен быть минимальный минимальный но при том он должен быть в данной модели он есть то есть вот вы видите что он не ходит не болтается он минимальный если вы вообще его зажмете то есть бесконечник будет как многие любят здесь вообще вы бы выбрать полностью до минимализировать там вообще но он ходит это тоже неправильно так как самого дела так я уже говорил она будет постоянно при прижиматься к одной из стеночек бесконечника и тем самым будет громче стучать так как получается что сам бесконечник вот он у нас сидит жесткого то есть не ходит вообще никуда и соответственно по нему водила только бегает и бьется громко об стенке своей то есть снизу и вверху а когда шток чуть-чуть произвольно делает движение вперед то соответственно при переключении соответственно происходит и подача штока вперед и переключение назад пошла подача штока назад и вот это движение вперед назад тоже является демпфером что гасит вот это вот эти стуки но опять же не забываем он должен быть рабочим и не менять настройку вам шнура то есть каждой модели она по-разному то есть надо смотреть открывать и проверять но еще раз хочу вам повторить что вот здесь он должен быть люфт на бесконечке должен быть рабочий люфт ты на осевых его прошу прощения на направляющих вот этих вот люфта быть не должно ни здесь или здесь не внизу и верху люфт в рабочий должен сохраняться в водилах бесконечник скажем так это уже не люфт а называется зазор то есть зазор должен здесь быть тоже небольшой будет большой соответственно будет больше люфт на штоке и соответственно шпуля будет у вас так стукать хлюпать как многие говорят у меня там стучит вот она болтается болтается через совокупность всех этих люфтов вообще должно быть минимализировано что здесь что здесь соответственно если вы прижмете открутите эту крышечку и наложите туда шайб регулировочных у вас просто водила начнут резать бесконечник это замедлится его работа начнется съедание покрытия и катушка будет просто очень туго вращаться то есть не стоит это забывать что здесь все должно быть в норму то есть не должно быть пережать и но не должно быть опять же сильного люфта так как если он будет более сильный нож может при нагрузках вываживание просто соскочить с этих каналов ну и будет по рыбалке просто катушка за клиник как в принципе вот наглядный пример и на этом бесконечнике где-то и произошло вот вы можете увидеть где вот именно слетела зуба и ответе осталась такая насечка это говорит про то что как раз люфт был чересчур большой значит в этом примере наглядно я вам показал что такое нижняя мертвая . что такое верхняя мертвая . и как и от чего они происходят пути решения повторюсь для катушек с бесконечником есть три то есть первая проверка наличие люфта бесконечника наличие люфта направляющих и наличие люфта водила значит еще раз направляющих люфта быть не должно в бесконечнике люфт должен быть минимальным но должен нет нет не должен быть вообще но он должен быть опять же в каких единицах вы спросите в каждой катушке он может быть разным надо смотреть по мере вращения и стуков как у вас происходит я думаю при разборках проведения обслуживания вы поймете какой здесь необходимо вам дать соответственно уже решите и минимальный должен быть сам в каретке то есть не должно быть сильного прижать и ход повторюсь превращение ведомой шестерни проверяете у вас он должен быть бархатистый без затирания мягкие плавненькие гладенькие вот вы себе вращаете и по мере вращения не слышите ничего то есть тишина и только плавное вращение вот это принципе правильная настройка именно бесконечника но хотя в совокупности вы уже когда соберете катушка уже проверить непосредственно на вращение скажем так вот такие пути решения вы можете сделать и закрыть некоторые моменты которые вас там тревожат то есть вообще катушки так как я вам объясню бесконечник имеет свойства вот так вот подстукивать так это такое характерное техническое скажем так проблемка у них но является как бы свойственным поэтому что делать любимые катушки будем ловить дальше поэтому как-нибудь будем решать эти проблемы с вами вместе значит если у вас есть какие-то вопросы вы можете мне их задать я детально наглядно всегда постараюсь на них вам ответить и снять какой-либо обзор по вашему желанию ну пожалуй на этом все всем спасибо до новых встреч